Петли дверные Вражеская рать Парус, порвали парус Обращение вот к этим, которые порвали парус Парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Многие лета всем, кто поет во сне Все части света могут лежать на дне Все континенты могут гореть в огне То есть кто поет во сне Кто не слишком быстро идет Ну пусть работает, пусть познает Пусть освещает, пусть проповедует Но недостаточно, он делает это быстро То есть сонно, не торопясь С недостаточной скоростью Так вот, только все это не по мне Надо же быстрее на вираже А спать нельзя Каюсь Парус, порвали парус Каюсь, каюсь, каюсь Видите? На батарее нету снарядов уже А надо быстрее на вираже Я говорила вам на лекции Что несколько человек попали Затесались в стан Рудского из рая Не устояли Не выдержали Не было информации Горячее, изноя С цивилизацией ноя Население молодое Нездержанное Быстрее батьки рвется в пекло Как держать Раскрывается еще одна сторона Песня командировочного Дело в том, что иногда В наш мир приходят люди И выполняют какое-то задание Какую-то работу Прямо во взрослые тела Побудут какое-то время И ушли Год, два, три, пять И опять ушли из этого тела Тот, который уходил Тот, который отдавал свое тело Потом снова возвращается Этот, которого внедрили На него фактически он Находится под влиянием гипноза Что вот он, допустим Иван Сидоров У него такая-то семья Такая-то жена Дети Он, значит, отец, муж И он будет выполнять Как говорится Под забвением Под гипнозом Буквально Все обязанности По отношению к этой семье А уже на работе Или в общественном деле Будет уже Более работать продуктивно Чем до него работал Его, значит Товарищ Который Ему отдал свое тело Нет Не будут Узнавать не будут Несколько может Жена Замечать Что с мужем Что-то произошло Не то Что он Как-то изменился Вот человек, допустим Был очень неактивный На работе И вдруг Развернул Такую деятельность Стал Очень хорошо Смышленым По этому направлению Подкованным Разворачивает Какую-то работу Деятельность Идет все это Плодотворно Все это хорошо Вот Нет Так вот На какое-то время Цивилизация Ной В основном Это центр Веча Имеет Всегда Возможность Командировать Своих людей Сюда Для выполнения Той или иной Задачи Если с этим Человеком Подписан договор О сотрудничестве Вот запросто Вот на этой бойне У Останкина И у Белого дома Там кое-в-кого Повходили И вышли Потом А эти люди Потом с бледными Лицами Остались Да Но Это все Согласно Договора Если был заключен Договор Со своим Центром Еще до Выхода К рождению Этого человека Притом Договора Бывают Разные Иногда Вот Человек По договору Вообще Отдает Своё тело Для Всякой Исследовательской Работы Ну В человеке Могут Тренироваться Психологи Антимира Проходить Практику Жать На все Кнопки Заставлять Этого Человека Крутиться Волчком Выполнять Все Наставления Поручения Приказы Психологи Тренируются Психологи Антимира Тренируются Управлять Человеком Будучи Внутри Его Тела Должны Изучить Все Пусковые Кнопки Такую Практику Проходят Они Буквально Все Весь Клан Анти Вот Весь Клан Сатаны Верхние Психологи Они И без Этого Знают Все Там Без Такой Практики Но Если Они И входят Тело Человека Тоже Иногда Надо Но Не Причиняют Человеку Ни боли В общем Не диктует Свою волю Без Всякого Насилия Нижние Делают Это Все Не так А человек Понимаете Он Мечется Когда Он Знает Вот вам Не значит Там Полтер Гейст Или Там Бес Он знает Они же Ему говорят Он Выполняет Все их Приказы Освободиться Он Не может Он Туда К Попу К Экстрасенсу Бесполезно Если у него Договор С преисподним Бессмысленно Значит Его Выгонять Он Уже Отдал Своё Тело Ещё До Выхода К Рождению Под Эти Эксперименты Человек Иногда Этот Ну Куда Только Не Обращается Помогите Мне Их Выгнать Они Меня Замучили Что Их Даже Там Несколько Они Его Доводят До Истерики Там До Плача До Хохота До Агрессии До Чего Угодно Чуть Не До Самоубийства Сделать Ничего Нельзя Верхние Ничего Не Могут Сделать А этот Уйдёт В тот Мир И скажет Чего Надо было Повлиять На меня И прочее И так далее Мало ли Что я Там Не соглашался Потому Что Мы же Тут В Белковом Теле Не всё Знаем Что Там Есть Но Рай Конечно Посылает Своих Командиров Командиров Этих С командировками Людей Чисто Ради Благих Целей Для Выполнения Каких-то Задач Какой-то Работы Притом Я должна Останавливаться На чём Что Когда будет Замена Населения Подмена Души То Учтите Что Даже если Человек Болен Тело Будет Отремонтировано Если Например Человек Упал С пятого Этого Шестого Фактически У него Получилась Самая настоящая Смерть Но в этот Момент Идёт Уход Одной Души Тело Внедряют Другую Душу И тело Ремонтируют Дают Энергию Жизни В течение Очень короткого Времени Там все Будут Восстановлены Связи Швы Срастаются Человек Как ни в чём Не бывало Вообще Может уже Через пять Минут Хорошо себя Чувствовать Могут С каждым Так Сделать Да Могут С каждым Сделать И когда Будет Подмена Естественно Вот так Подмена Души То все Тела Будут Отремонтированы Тело Будет Это же Оно Будет Отремонтировано Другой Человек Будет Внедрён Вот Ну я и говорю Что есть Есть Такие Значит Внедрения В тела Только на Какое-то Время Есть Может быть Клиническая Смерть А может Не быть Просто Ночью Что Уходит Душа Подсадка Куда Она уходит В свое Место Прописки Где Ей Положено Жить Ну Я вообще Не слышу Что вы Говорите Итак Значит Песня Командировочного Речь Идёт Как бы Вот От человека Который Сидит В аэропорту И ждёт Самолёта Ждёт Рейса Чтобы Прилететь Куда-то Вместо Назначения Ну Здесь тоже Значит Что Следует Отметить Тот человек Который Ждёт Своей Командировки Должен К этому Подготовиться Он Знает В кого Его В кого Его будут Внедрять Значит Он уже Должен Быть По Значит Габаритам По Росту Подходить К этому Человеку Значит Если он Допустим Внедряется Тут у нас Допустим Человек Два метра Ростом А он Там Допустим Метр Пятьдесят Так То ему Там Значит Нужно На этом языке Вроде бы Как бы Пить Пунш То есть Разбухать Впитывать В себе Энергетику Всасывать И Доводить Себя До положенной Значит Кондиции В общем До Размера До конфигурации Если же Например Вот Он Там Ну Метр Допустим Шестьдесят Метр Восемьдесят А здесь Ему Надо Внедриться Человека Метр Пятьдесят Значит Он Там Должен Худеть От Него Наоборот Должны Уже Тогда Изгонять Какую-то Порцию Энергии Чтобы Его Значит Подвести Под Эту Значит Форму Еще Бы Не бояться Мне Полетов Когда Начальник Мой Изотов Жалея Вроде Колит Как Игла Ну Начальник Предупреждает Его Ты вот Того-то Значит Эстерегайся Того-то Того-то Значит Изотов Тоже Опять-таки Фамилия Не случайно От Зота Зот Укрытие Значит Для Укрытие Для Какого-то Орудия Значит Стреляющего Ведь Видите Вот Нету Снарядов Хуже На вираже Эх Говорит Бедняга У них И то Чикаго Три дня Назад Авария Была То есть Подсаживали Кого-то И что-то Там Не получилось Хотя бы Вплюнул Все же Люди Братья И мы Вдвоем И не Подкумачем И мы Вдвоем И не Подкумачем То есть Идем Не Ну Как бы Не в Ударной Группе Что ли А с другим Совсем Заданием Понимаете Но знает Черт И так для предприятия Я хоть куда Хоть как И хоть на чем То есть Человек вот этот Командировочный На все готов На любое задание Видите Но знает Черт То есть Начальник И так для предприятия Я хоть куда Хоть как И хоть на чем То есть В любое тело Куда угодно И как угодно Мне не страшно Я На веселе Чтоб по трапу Пройти Не моргнув Тренируясь Уже на земле Туго На туго Пояс Тянув Там Значит Он внедряется В человека Который тут Меньше Его по росту Значит Он подтягивает Пояс Уменьшается В размерах Но Слава Богу Я не вылетаю Пока еще Он ждет Он готовится Его еще Не зовут В аэропорту Время Коротаем Еще С одним Таким же Побратим То есть Другой Такой же Ждет Своего часа Мы пьем Седьмую За день За то Что все Мы сядем А может быть Туда Куда летим Ну На место Назначения Но пьем Фактически Вот значит Один Может быть Надо ему Увеличиться Другой Пьет Для того Чтобы уменьшиться Пусть в ресторане Не дают На вынос Там Надо все Это пить Там Радио молчит Там Благодать Покой Это же Чистилище Он готовится К выходу Значит Тела В новое Телоноситель Вбежит Швейцар И рябкнет Кто на Вильнюс Спокойно Продолжайте Выпивать То есть Еще рано Предупреждает Мне лететь Острый нож И петля То есть Не так уж Хочется А возможно Вот острый нож И петля Возможно Ему лететь В того То есть Подсаживаться В того человека Которого Убьют Для которого Повесить Что-то Случится Понимаете Не поесть Не распить Не курнуть Вот этот период Когда он готовится Значит Он сидит На очень строгом режиме И еще Момент сообщает Буквально О всех Таких Несчастных Случаях Здесь На земле У нас Если у человека Клиническая смерть Вот он попал Тут же И это произошло Момент Будет сообщено Туда Через автоматическую Компьютерную систему И там уже будет Объявлена Готовность И придет Значит Подойдет Лодочка Специально Вот эта Стрекоза Подлетит Что я О которой я Вчера рассказывала И сделает замену Или же Внедрение в тело Если это была Смерть Одна Потому что Душа уже ушла Мой умный друг К полудню Стал ломаться То есть тот Который вместе С ним ждет Мой умный друг То есть В общем-то Товарищ Какой-то ученый Уже Наряд Милиции Зовут Тот ждет Ждет А в общем-то Ничего не случается И начинает Тот бунтовать Уже Наряд Милиции Зовут Он гнул Винты У Ила 18 И требовал Немедля Парашют То есть Быстрее Высадки Он гнул Винты У Ила 18 Что-то Связано С Ильей Или же С каким-то Конструктором Самолетов Возможно Помогал Конструкторам Вот По Моделированию Новых Самолетов Типа Ила Вот так Вот что-то Но дело в том Что видите Он гнул Винты У Ила 18 То есть Работал По этому Направлению Он Командируется Сюда Вот Друг Его Я Приятеля Стал Вразумлять Паша Пашенька Паша Пашут Если нам По чуть-чуть Добавлять Так на кой Тебе Шут Парашют Ну тут Шутливым Тони Значит Что они Вот выпивают Для отвода Глаз Разумеется Все Он Пояснил Такие Врать Не станут Летел Он Раз Ремнями Не затянут Он рассказывает Свою историю Тут Вдруг Взрыв Но Он был К этому Готов И тут Нашел Лазейку Расправил Телогрейку И приземлился В клумбу От цветов Нашел Лазейку Расправил Телогрейку Фактически Здесь Опять-таки Подсадка Тела идет Расправил Телогрейку Белковое тело То есть Отремонтировали Белковое тело И его Даже после Очень сильные Катастрофы Вот Кто-то попал Во взрыв Видно Очень сильно Там Покалечился Так вот Телогрейку Там очень быстро Распрямили Значит Разгладили И Туда внедрили Он приземлился В клумбу От цветов Мы от его Рассказа Обалдели А здесь Все переносит И не зря Здесь все Переносит И не зря Все рейсы За последние Недели На завтра 33 декабря То есть На следующий Новый год Пойдет Очень сильная Значит Очень подмена Как я вам Вчера говорила Я напрасно Верчусь на пупе Я напрасно Волнуюсь Вообще Если в воздухе Будет ЧП Приземлюсь На китайском Плаще В Китае Но смутно Беспокойство Ощущая Припоминаю Вышел Бесплощая То есть Он знает Что все таки Не в Китае Он приземляется А в России Бесплощая То есть Не там должен Ну Что ж Ты натворила Кать Акать Вот две соседки С едой Вручили сетки А сетки Воздух Будут пропускать В общем Здесь Какой-то человек Попадает В какую-то аварию Куда-то уезжает Ему соседка Вручила две сетки То есть Дорожное пропитание И видимо Какая-то в будущем Будет у этого человека Дорожная катастрофа В которую Значит Пойдет Подсадка Мой вылет Объявили что ли Я бы не встал Теперь меня Не подымай Я слышу Пассажиры За ноябрь Ваш вылет Переносится на май Ну видите Как и там То же самое Значит Готовились Готовились Вдруг Бас Отставка Значит Нужно Переждать Еще Какое-то Время Здесь Шифр такой Например В Америке Под каждый Новый год Вернее На праздник Нового года Положено К столу Подавать Индюка На Новый год А поскольку Все в основном Будут эти Командировочные После Нового года Значит Делать свои Вылеты То Здесь Вот Закодировали Вот таким Образом Значит И вино И Индюка То есть Все это Вот как бы Сместили После этого Праздника Снуем Теперь До ветру В темноту До ветру Ветер Идет Как идеология Израя Давление Его Как бы Философия Власть Активность Удобства Во дворе Хоть и декабрь И Новый год Летит Себе На ту Так вот Под Новым годом Закодирован Дед Мороз Самый Самый Главный И Новый год Летит Себе На ту То есть Таким же Образом Будет Командирован Точно Так же Войдет В какое-то Белковое Тело Так вот Сейчас о нем Друг мой Честью Клянется Спиена Что он Всех Если надо Сместит То есть С ним Вот Там в паре Ожидает Высадки Какой-то Очень-очень Влиятельный Человек Очень Влиятельный Что он Всех Если надо Сместит Как же так Говорит Вся сторона Никогда Никуда Не летит Такой Быть не может Надо Ее Подтолкнуть А в это Время Где это В Красноярске То есть В Вместе Красным Под красным Флагом Под красным Знамением Под красной Идеологией На кафеле Рассевшись По-татарски А промедление Вовсе Не скорбя Проводит Сутки Третьи С шампанским В туалете Сам Новый год И пьет Сам Для себя Той Самой Главной Самой Самой Главной Тоже С пуншем Сидит На кафеле Рассевшись По-татарски Помешивая Воблую В бокале Чтоб Вышел Газ Он От него Блюет Сидит Себя На аэровокзале И ждет Когда наступит Новый год Помешивая Воблую В стакане Рыбкую Вернее В бокале Бокал Байкал От слова Байка Информация Помешивая В облую В стакане Рыбкой То есть Через рыбку Через какую-то рыбку Дается информация И ждет Когда Значит Она Разойдется И чтобы Газ Вышел Из бокала То есть Пустой народ Никчемный Вся дурь Из народа Ушла Но В Хабаровске Рейс Отменен Там Надежно Засел Самолет Потому-то И новых Времен В нашем Городе Не настаёт Потому-то Вот этот Главный Новый год Еще Не вылетел Ну это же В то время Шифровалось Когда Все это Давалось Высоцкому Я уже Вам Сказала Что с 90-го Года Эти смерть Мои Головорезы Измятыми Знаменами Горды Воспалены Талантливую Речью Расталкивая Спины Из ады Они Стремились В первые Ряды И первыми Ложились Под картечью Вот такая У него Дружина Очень смелая Очень воинственная Это та самая Спарта Которая Была Описана В древности Это Ударная Группа Ада Ее Вождь Бывший Наполеон Гитлер Хитрец И тот Который Был Не смел Не пожелав Платить Такую Цену Полз В задний Ряд Но там Не уцелел Его свои Брали На прицел И в спину Убивали За измену Вот так Значит Ну Демонстрировалось Мужество Воспитывалось Значит Мужество Вот это Сегодня Каждый Третий Без сапог Без сапог Значит Не одет Солдатскую форму Они Управляющих В управленческих Кругах Они Командуют Солдатами Но после битвы Заживут Как крезы Прекрасный Полк Надежный Верный Полк Отборные В полку Головорезы А третье Средь битвы И беды Старались Сохранить И грудь И спину Не выходя Ни в первые Ряды Ни в задние Но как Из-за еды Дрались За золотую Середину Они Напишут Толстые Труды И будут Гибнуть В рамах На картине Те Кто не вышли В первые Ряды Но не были И сзади И горды Что честно Прозебали В середине Не слышно Меди Тише Звон Железа Разбит И смят Надежный Верный Полк В котором Сплошь Одни Головорезы Но нет Им честь Знамен Не запятнать Вот этим Средним Который В середине Дышал Фельдмаршал Весело И ровно Чтоб Их В глазах Потомках Оправдать Он Молвил Кто-то Должен Умирать А кто-то Должен Выжить Безусловно Пусть Нет звезды Тусклея Чем У них Уверенно Дотянут До кончины Скрываясь За отчаянных И злых Последний Ряд Оставив Для других Умеренные Люди Середины Сам Вот этот Военный Пояс Ада Это второй По счету Начиная Снизу И вот Голова Три головы Змея Горыныча Это как раз Первый, второй, третий Пояс Ада В грязь Втоптаны Знамена Смятый Шелк Передмаршалские Жезлы И протезы Ах Славный Полк Да был ли Славный Полк В котором Сплошь Одни Головорезы Я Я Вчера Расшифровывала Вам Канадчикову Дачу И там Значит Сумасшедшие Говорили Что Будто Наш Научный Лайнер Треугольники Увяз И что Надо Этот Треугольник Выпить На троих Его Даешь То есть Речь идет О Трех Людях Которые Идут На прорыв Вот послал Господь Родителям Сыночка Люльку В лодку Переделать Он велел Мореплаватель Родился Одиночка Сам Укачивал Себя И сам Болел Непогоду Он Мужал По денечку И уже Из колыбели Дерзал То есть Успевал К мореплаванию Готовясь Одиночку Из пеленок Паруса Вырезал Речь О каком-то Очень маленьком Коллективе Очень маленьком Не смотрите Что здесь Вот фигурирует Один человек Нет Прямо по носу Глядите То ли бочка То ли яхта То ли плод То ли нет Мореплаватель Простите Одиночка Посылает нам Мудреный привет Я уже говорила Что корабль Его экипаж Кодируется Иногда Как Какая-то Политическая Партия Какая-то Организация Какое-то Движение Эй ребята Не к добру Проволочка Сплюньте Трижды Все кто На корабле Мореплаватель На море Одиночка Вроде Черного Кота На земле То есть Отвечается От всех Вы Откуда Отвечаете Нам И точка Не могли же Вы свалиться С небес То есть Ни с того Ни с сего Появиться Мы считали Что какой-то Одиночка В треугольнике Бермудском Исчез Это утка Это бред Все до строчки И простите Если резок И груб Я там плавал Извините В одиночку Он совсем Не треугольник А куб То есть Не три человека Идут на прорыв А четыре Были бедствия Посуда На кусочке Белобедствия Ураган Все подряд Мореплаватели Нынче Одиночки Из летающих Тарелок Едят То есть Связаны Вот добавил Он планктон В планктон Кипяточку Вот так вот Живет Очень скудно Как орудует Хоть мало Да удал Глядь И ест Деликатесы В одиночку А из нас Таких Никто Не едал И поверил Он Что пьет По глоточку Чтоб ни капли Не пропасть В бороде Философию Развел На воде Вода Кодируется Народ Не искусственную Ли оболочку Вы вокруг себя Мой друг Возвели Мореплаванию Простите В одиночку Наше общество Предпочли Он ответил Вы попали Прямо В точку Жаль на суше Не пожать Вам руки В море В море плавал Подолгу В одиночку Я по вас Затасковал В моряке То есть По другим Товарищам По борьбе Вот вышел Коллектив Какой-то Один Мы услышат Что-нибудь Сразу Строчку Мы заведя Что-нибудь В негатив Мореплавателя Сняли Одиночку Фотографию Его Превратив Ах Побольше Б нам Немного Юморочку Поскучнели Отрешась От земли Мореплавателя Брата Одиночку Мы хотя бы Как могли Развлекли Так Поменьше Им Преград И От Срочек И задурен На пути И сучков Не надо Этого Жаль Что редко И встречаешь Одиночек Славных Малых И таких Чудаков Ну и Давайте Немножко Опять Под конец Я тоже Про себя Я уже Говорила Что была Знакома С Высоцким В потустороннем мире Весь план Обрабатывался Прорабатывался Вот этот прорыв Нами Оговаривался И то что я буду делать И то что он будет делать И тот товарищ Который там Передавал Будет делать Татуировка Татуировка Не делили мы тебя И не ласкали А что любили Так это позади То есть Два человека Высоцкий И второй Который работал С ним На мосту Я ношу В душе Твой Светлый образ Валя А Леша Выклыл Твой образ На груди И в тот день Когда прощались На вокзале Я тебе до гроба Помнить Обещал Я сказал Я не забуду В жизни Вале А как же Работать Приходится Вот В будущем Столкнуться А я тем более Мне Леша Отвечал Один передает И знает Что я буду расшифровывать Второй пишет И знает тоже Что будет Его поэзия Расшифрована Мною И теперь реши Кому из нас С ним хуже И кому труднее Попробуй Разбери У него Твой профиль Выклад снаружи А у меня Душа И сколота Снутри И когда мне Так уж Тошно Хоть на плаху Пусть слова Мои Тебя не оскорбят Я прошу Чтоб Леша Расстегнул Рубаху И гляжу Гляжу Часами на тебя Но недавно Мой товарищ Друг хороший Он Беду мою Искусством Поборол Через искусство Передан Труд Он скопировал Тебя с груди У Леши И на грудь мою Твой профиль Наколол Фактически Тоже Это же копия Идет Оттуда сюда Передача информации Знаю я Своих друзей Чернить неловко Но ты мне Ближе и роднее От того Что моя верней Твоя татуировка Много лучше И красивше Чем его Хотите Значит я чувствую Вы хотите О Кашпировском Да Сейчас будет Это стихотворение Натянутый канат Опять-таки Телепатический мост Связь Связь Правда Речь Как будто бы Идет Вот Цирки Значит Как будто бы Действие происходит В цирке Я уже заговариваюсь На самом деле Вот Натянутый канат Это есть Делепатический Канал Связи Он не вышел Ни званием Ни ростом Ну Кашпировский Маленький Незрачный Ни за славу Ни за плату На свой Необычный Манер Он по жизни Шагал Над помостом По канату По канату Натянутому Как нерв Натянутый канал Как нерв То есть Это Это врач По нервам Психолог Посмотрите Вот он Без страховки Идет Чуть правее Наклон Упадет Пропадет Вы же в бунт Многие идете Против него А как многие Вообще Хотят Его вообще И жить И лучи Его с шага Сбивали И кололи Словно Лавры Труба Надрывалась Как две Крики Браво Его оглушали Вы же Аплодируете Ему еще Как тоже А литавры А литавры Как обухом По голове И то И другое И лавры И обухом По голове Все Посмотрите Вот он Без страховки Идет Чуть правее Наклон Упадет Пропадет Чуть левее Наклон Все равно Не спасти Но Теперь Ему Меньше Осталось Пройти Уже Три Четверти Пути Ах Как Жутко Как Смело Как Мило Бой Со Смертью Три Минуты Раскрыв Раскрыв Ожидание Рты Из портера Глядели Уныло Лили Путы Лили Путы Казалось Ему С высоты Посмотрите Вот он Без страховки Идет Чуть правее Наклон Упадет Пропадет Чуть левее Наклон Все равно Не спасти Но Спокойно Ему Остается Пройти Всего Две Четверти Пути Он смеялся Над Славой Бренной Но Хотел Быть Только Первым Такого Попробуй Угробь Не Попробуй Над Ариной Он По Нервам Нам По Нервам Шел Под Барабанную Дробь И Под Аплодисменты И Под Овации И Под Наши Угроби Здесь Сердцевина Тайна Ну и опять Посмотрите Вот он Без страховки Идет Чуть правее Наклон Упадет Пропадет Чуть левее Наклон Все равно Не спасти Но Замрите Ему Остается Пройти Не больше Четверти Пути Но Закричал Дрессировщик Там Верху А почью Ли опасность Видите Вот тот Который Его ведет Там Тоже Он Почувствовал Опасность И Звери Клали Лапы На Носилки То есть Он Упал Звери Те Которые Его В общем-то Угробят Убьют Но Но Зачем-то Ему Тоже Нужно 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 Пройти Четыре Четверти Пути Горизонт Я должен первым быть на горизонте, то есть на эпохе бессмертия, и прорваться на эту видимую черту. Условия пари одобрили не все. Кстати, в центре Вечи тоже заключают пари ученые между собой, философы, другие деятели, работники. Вот получится что-то на земле или не получится. Получится, допустим, какая-то модель самолета или не получится. Вот крылья, когда изобретали, тоже там столько наломали дров. Этих пари заключали очень много. Даже не те люди, которые работали непосредственно над крыльями, но даже участвовали в спорах те, которые просто со стороны наблюдали и были другими специалистами. По другому профилю. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе, бесповоротно. Наматываю мили на кордон и еду параллельно проводам. Но то и дело, тень перед мотором. То черный код, то кто-то в чем-то черном. То есть идут помехи со стороны, постоянно. Значит, кто-то поспорил. Вот потому-то или потому-то, значит, в направлении прибыть к месту стоянки первому. Прибудет или не прибудет. Получится вот то, что задумано, или не получится. Получится прорыв или не получится. Я знаю, мне не раз колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем дело и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухомылкой пресекут. И где через дорогу трос натянут. То есть перекроют. Но стрелки я топлю на этих скоростях. Песчинка обретает силу пули. И я сжимаю руль до судорог в кистях. Успеть, пока болты не затянули. Наматываю мили на кордон. И еду вертикально проводам. То есть по очень прямой дороге. Напрямую. Прорыв. Завинчивают гайки. Побыстрее. Но то, не то поднимут трос как раз где шея. То есть уничтожат, перережут. И плавится асфальт. Протекторы кипят. Под ложечкой сосет от близости развязки. Ну вот-вот. Совсем близко. Я голой грудью рву натянутый канат. Я жив. Снимите черные повязки. Прорываются там на телепатическом канале. Кто вынудил меня на жесткое пари? Нечистоплотно в споре и расчетах. Азарт меня пьянит. Но как ни говори. Я торможу на скользких поворотах. Наматываю мили на кордон. На злоканатом тросом проводам. Вы только проигравших уризонте. Когда я появлюсь на горизонте? Мой финиш за резон по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом. По телепатическому каналу прорвался. Перехитрил этот шифровальный автомат. Канат не пересек мой шейный позвонок. Но из кустов стреляют по колесам все равно. Меня ведь не рубли на гонку завели. Меня просили миг не проворон. Узнай, а есть ли край земли? И можно ли раздвинуть горизонты? Наматываю мили на кардан. И пулю в скат влепить себе не дам. Но тормоза отказывают кода. Здесь сердцевина всего сердстворения. Но тормоза отказывают кода. То есть этого шифровального станка. Шифр уже не может ничего спасти. Расшифровано все. Раскодировано, рассекричено. Но тормоза отказывают кода. Я горизонт промахиваю с входа. А Всевышний говорит так. Я искал среди вас, кто может проломить стену и сделать проход. По Бибели он говорит, что я смотрел вас всех. И не нашел никого, кто бы мог это сделать. И все-таки кто-то нашелся, кто-то сделал. Да, понимал. Потому что у него стихотворение, вот, например, такое. Разговор от микрофона. Затем разговор от самолета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...